Девушки отдыхают Представить себе казаков без традиционного гостеприимства и хлебосольного стола просто невозможно. Это еще раз подтвердил городской конкурс, который проводится в Невиномыске. Гостей фестиваля встречали разнообразными блюдами, приготовленными по старинным рецептам. Вот я, потапцы, шуруборки. Вот шуруборки. Это те же пельмени, только запеченные со сметаной. Потапцы, это раньше казаков, встречали. Нежданно, когда они приходили домой, жарили хлеб. Вначале сало, потом хлеб, чесночок, зелень. Встречали казаков. Подкрепились, удивились, пообщались. Можно и праздник начать. Славные традиции казачества – это еще песни до пляски. В этот день конкурсантам предстояло выступить в трех номинациях. Песня, танец и обряд. А жюри – отыскать настоящих звезд казачьего фольклора. Больших и маленьких. Очень приятно, что много у нас сейчас молодежи, дети. Самая начальная ступень – это детские сады. У нас проявили интерес к этому конкурсу. Если 8 лет назад начинался конкурс с 12 участников, то в этом году на сцене уже 38 коллективов. Как профессиональных танцоров и вокалистов, так и самодеятельных. Главное, чтобы сумели передать атмосферу и показали самобытные традиции своих бабушек и дедушек. Приоритетом являются старинные казачьи песни в традиционном исполнении. А на воде, ну сейчас мы можем магнитофон послушать, с экрана телевизора столько много этих песен идет. Кстати, отметили почетные гости праздника. Фестиваль уже себя перерос. Возрождать и развивать казачью культуру и традиции нужно не только на сцене местного культурно-досугового центра. Пора выходить на более высокий уровень. Очень много тепла, уюта настоящего. Уверен, что в следующем году формат будет совершенно другой. Это правда круто. Это правда очень сильно. В финале определили победителей. Все участники получили грамоты и подарки, а зрители – огромное удовольствие от душевного фестиваля. Ирина Ивановская, Ставропольское телевидение. Самым добрым, чутким, нежным и заботливым подготовили концерт студенты Института искусств и воспитанники кружка «Твой дар». Некоторые ребята впервые выходят на сцену, а большая часть уже имеет в своем багажении мало концертных номеров. Вечер посвящен Дню Матери, ведь именно благодаря мамам возможны развитие и творческие успехи этих детей с ограниченными возможностями. Творчество детей представлено не только на сцене. В холле – картина с необычным взглядом на мир и подделки из разных материалов. Все об этих детях знает один из организаторов праздника. При институте создан Центр развития творчества особенных детей «Твой дар», куда входят кружки и рисование, лепка, театр, вокал. И благодаря этому есть у ребят возможность заниматься. Занимаются с ними студенты этого вуза. Нам предоставляют аудитории, нам предоставляют для выставки вот этот гусей. И кроме этого, не только аудитории, зал для проведения мероприятий, но и студенты с любовью работают с нашими детьми. Занятия в кружках проходят максимально комфортно, а репертуар себе ребята подбирают сами. Иногда возникают дуэты и даже трио. Одни занимаются вокалом или актерским мастерством, другие – танцами. Каждый из детей обладает особым талантом, особым внутренним светом и силой, в которой их наделяют любящие родные. Ильдар занимается в кружке национальных танцев полгода, и ему очень нравится. Что сегодня было, было очень прекрасно и уютно было. Супер. У тебя хороший преподаватель? Да. Расскажи что-нибудь о нем. Она, конечно, красивая и приятная. Она занимается танцами, с ней хорошо, с ней, чтобы подсказать. Она говорит, какие-то движения мы слушали и делали. В хореографическом кружке новая наставница. Занимается с ребятами около полугода, но дети уже успели ее полюбить. Да, они более чистые, откровенные детки. Они так же размышляют, так же, потому что где-то они более тяжело запоминают. Но на самом деле заниматься с ними – это одно удовольствие. Просто ты развиваешься с ними сама. Вот такой замечательный праздник устроили ребята своим мамам, которые в зале переживали, пожалуй, больше, чем сами участники концерта. Рустам Пежев, Саид Толгуров, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Финансовый, моральный, культурный, всяческий. И благодаря, собственно говоря, тогдашнему руководству городскому мы стали муниципальным коллектив струнников. В 2009 году к нам присоединился хор, и у нас оркестр преобразовался в Ставропольскую муниципальную капеллу «Кантабили». «Кантабили» в переводе с итальянского означает «певучим». Именно так, можно сказать, и прошли эти 25 лет коллектива. Со своими фортой и пьяной, но тем не менее, и по сегодняшний день «Кантабили» уверенно держатся на плаву. Сегодня, не имея собственного помещения, они базируются в стенах Ставропольской музыкальной школы номер один. Здесь же и находится единственный в городе орган, а играет на нем молодая органистка, выпускница Санкт-Петербургской аспирантуры Светлана Суханова. Именно со звучания этого инструмента и началась праздничная программа. Порадовали зрителей не только органной, но и инструментальной музыкой. От классических и неизвестных широкой публике произведений до современных мелодий. «Это нечто редкое в нашем городе, я считаю. Очень замечательные люди в этом оркестре, вернее, в капелле этой работают, которых мы очень любим. Удивительно для нашего небольшого городка, казалось бы, потому что я частенько бываю в Москве, очень хороший высокий уровень». В день рождения принято дарить подарки. Артистам «Кантабели» вручили заслуженные награды городских и краевых властей. Владислав Таранов, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение.